Пандемия COVID-19 изменила привычную жизнь многих учреждений. Школы и университеты перешли на дистанционное обучение. Их, к примеру, последовали и детские сады. Несмотря на многие трудности, в онлайн-режиме проходило много интересных и познавательных мероприятий. Воспитатели освоили новые программы для обучения детей. Подробнее о работе детских садов расскажет Аслан Гирюгов. Детский сад «Радуга» в селе Дружба принимает активное участие во многих республиканских и всероссийских конкурсах. Воспитатели постоянно совершенствуют свои навыки и вкладывают в детей любовь и частичку собственной души. В обычное время воспитательный процесс проходил традиционно, но пандемия внесла свои коррективы в работу детского садика. Детям давали задания на дом, а все мероприятия проходили в онлайн-режиме. В мае месяце у нас очень масштабно отмечалось 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Мы приняли участие практически во всех акциях, которые были объявлены главой нашей республики, во всероссийских акциях. Мы участвуем в данный момент во всероссийской выставке в смотре «Детский сад. Мир любви, заботы и внимания». Этот смотр проводится с целью выявления рейтинга 500 лучших детских садов Российской Федерации. Думаю, результат будет хороший, надеемся на это. Помимо этого, в онлайн-режиме прошли выпускные. Также Любовь Уздинова отметила, что в детском саду все меры предосторожности выполняются должным образом. Несмотря на то, что дети не посещали садик, на регулярной основе проходила дезинфекция как кабинетов, так и детских площадок. Кроме этого, на этажах установлены кварцевые лампы. В ближайшее время их планируют разместить в каждой группе, как и разметку для соблюдения социальной дистанции. Для нашего детского сада 2019-2020 год был самым удачным, самым успешным. Мы приняли участие в всеми всероссийских региональных масштабах конкурсах. Самым ценным конкурсом и победой было участие в нашем республиканском конкурсе «Лучший детский сад села». Мы будем стараться точно так же плодотворно работать и в 2020-2021 учебном году. Учитывая ситуацию, которая сложилась в нашем регионе, мы разработали учебный план, где внесли изменения, корректировку. Массовые мероприятия мы отменяем. Физкультурные занятия, музыкальные занятия мы проводить будем строго на улице, если будут позволять погодные условия. 4 августа пройдет проверка, которая оценит готовность к новому учебному году. Пойдут ли дети в детские сады, будет известно ближе к осени. Но все учреждения республики готовы к работе как в очной, так и дистанционной форме. Ведь как будет развиваться ситуация с коронавирусом, нельзя предугадать. Нам же остается быть осторожными и сделать все возможное для предотвращения распространения вируса. Аслан Гирюгов, Роберт Джабутанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Продолжение следует...